И снова здравствуй! Меня зовут Алексей, это на канале Фролов может всё. И сегодня у нас вторая часть трансляции по игре Helltaker. И она вообще не должна была и в принципе появиться, потому что игру мы прошли. Мы узнали историю нашего героя, как он собрал гаремник из девочек Димонес. Но проблема в том, что мы кое-что упустили за всю игру. А что мы конкретно упустили? Мы упустили, что секретно оказывается концовка. Есть концовка а-ля за ангела. Просто её как-то мимо ушей она у нас прошла. И мы не пользовались ни разу подсказками, а в подсказках были в общем-то очень интересные диалоги. Поэтому игра небольшая, в ней 10 уровней. Соответственно мы решили просто её быстро перепройти, перепоказать. Головоломки будут все те же самые, может быть, кстати говоря, потупим ещё. Но в любом случае я категорически вас приветствую на новом прохождении. И если ты хочешь узнать, что там за секретная концовка, что там за диалоги, то я очень-очень тебя приглашаю посмотреть это видео до конца. А сейчас мы в нашем стиле, в общем-то, продвигаемся по этой игре. Итак, приступим. Ты понимаешь, что окружён пустотой? Нажми интер или а, чтобы продолжить. Вильзевул, великая муха! Приветствую тебя, дитя! Пожалуйста, не обращай на меня внимания. Это всего лишь я, старый, добрый Вильзевул. Значит, глав у нас 10. В любом случае, кстати, там название есть. Глава 1, усатый, усталый демон. Ха, усатый. Похотливый демон, тройной демон. Ммм, угрюмый демон, демоническая сучка, любопытный ангел. Потрясающий демон, директор ада, суд и эпилог с адрес. Поэтому мы врубаем новую игру. Опять история покорителя ада? Любопытно. Тебе, случайно, не нужен рассказчик? Прошу, позволь мне, это будет честь для меня. Однажды ты проснулся с мечтой. Горем полный демонических девчонок. Такую мечту, однако, не просто воплотить в жизни. Это могло стоить тебе жизни. Когда речь идёт о девушках-демонах, мне цены достаточно высокие, сказал ты, отправляйся в адрес. Хеллтейкер! Так, дайте звук проверю сразу. Он стоит у нас низкий-низкий, потому что в то видео вообще музыка прям рвала. Значит, смотрите, у нас... Что за история? Внизу написано совет L или тап, да? Вот нажимаем L. И по факту мы ещё никого не собрали, у нас только есть Вильзевул, Великая Муха. Ты хочешь услышать совет, но спрашивать не у кого? Ты не нашёл никаких миленьких демонов. И хоть милоты у меня предостаточно, я только рассказчик. Найди девчат, достойных своего гарема и донимай их вопросами сколько душе угодно. Хорошо, первый уровень. Я плюс-минус помню, как его проходить. То есть мы его проходили лиха. И это у нас Пандемоника, усталый демон. Зовут Пандемоника, служба поддержки ада. Чем могу служить? Я думаю, показывать ли ещё смерть. Давайте смерть ещё посмотрим все. Если я не ошибаюсь, нам нужно выбрать второй ответ, чтобы пройти вперёд. Так что мы что-нибудь придумаем. Думаешь, ты покинешь от живым? Какой бред! Она схватила твоё лицо и свернула твою шею с нежным профессионализмом. Хеллдейкер! И повторяем, соответственно, все наши действия, которые мы только что сделали, для того, чтобы выйти на продолжение. То же самое. Как я могу... Выбираем теперь ответ второй. Как я могу тебе услышать? Очень мило с твоей стороны. Мне бы не помешал Хофе. И я без него совсем не своя. Уровень 1 пройден. Хеллдейкер! И вот теперь у нас тут может быть совет, да? Я нажал L. Спрашиваем совет у тех, кто у нас есть. Соответственно, у нас есть только пандемоника. Раз уж мы путешествуем вместе, я заодно займусь работой. Ты же заметил, что для перемещения по аду требуется много воли. Окажешься без воли, умрёшь. Чтобы пройти сквозь шипы, нужно вдвое больше воли. Хитрость в том, чтобы не тратить время на одном месте. Спасибо, что обратились в службу поддержки Ада. Как бы вы оценили вашу общую удовлетворенность оказанной помощи по шкале от 1 до 10? Ну, естественно, это наш человек, поэтому дай десяточку влепим. Ух ты! Никогда раньше 10 не получала. Ну, погнали. Сейчас было всё достаточно просто. Всё, пришли. Мадея, бахатливый демон. Ты и я немедленно. Попопом, два ответа. Выбираем. Идёт без вопросов. Все так говорят, а потом всегда убегают. Я тебе ноги сломаю. На всякий случай. Она достаёт кувалду. Дело плохо. Продолжаем. Дело, в общем-то, всё то же самое. Итак, и теперь мы выбираем... Она спрашивает, типа, ты и я немедленно, я похотливый демон и бла-бла. Мы говорим, мне когда собираю девок. Она такая, гарем из демонов? Ты дебил! Тебя же на части разорвут. Я должна это видеть! Второй уровень. Суксесс. Продолжаем. Хеллтейкер! Теперь у нас вон три девчонки сверху прыгают. Сразу врубаем совет. Мадея, да? Похотливый демон. Совет? Запросто. Пропусти все головоломки, собери всех сучек. И, наконец, займёмся делами, достойными гарема. Пожалуйста, простите Мадею. Большинство демонов похоже на неё. Жажда грехов у нас в крови, и её трудно сдержать. По поводу головоломки. Не трать слишком много времени на пинки пара-бам, и всё должно быть в порядке. Это значит, что мы вот так вот пробегаем за ключом, немножко попинаем, и вырываемся к девочкам. Цербер, тройной демон. Ты человек? Настоящий человек? Прошу, возьми нас с собой. И вот тут надо, значит, по-моему, что-то... Ой, как же там было-то правильно? Не помню, когда нас они убивают. Давай вот это. Ага. Нам нужен человек, чтобы пересечь врата ада, но не обязательно целый. Они набросились на тебя, как бешеные собаки, с собачьими звуками. От такой мелоды у тебя случился инфаркт. Пробиваем ещё раз со всеми диалогами, со всеми концовочками, да? Цербер, да вот. Идём без вопросов. Да! Наконец! Пора развратить мир смертных! Хотела ли бы тебе такой гаренчик? Hell take it! Вот. И значит, смотрите, на этом моментик, чтобы открыть секретную концовку, что нам нужно? Я думаю, сейчас мы мышку не увидим, но рядом вот с тем демоном, который танцует, есть один камешек, где написано, ну, типа, H, да, на английском. И фишка в том, что здесь мы можем не брать ключ. Как это сделать? Дайте я сам вспомню, как это сделать. Вот. И мы, короче, ударили, и тут появилась вот такая дощечка. Древняя надпись. Часть ритуала. Запретные знания, без сомнений. И, в общем-то, мы всё равно дошли, в любом случае. Малина, наверное. Угрюмый демон. Прекрасно. Ещё один безмотный идиот, но твою рожу я раньше не видела. С какой хернёй ты тут играешься? Ой, это было интересно, интересно, интересно. А давайте выберем... Потрясающе, прошу, продолжай издеваться надо мной. Шикарно. Опять мне попался на записку. После одного движения её руки фонтан крови вырвался из твоего горла. Hell take it. Повторяем все действия, которые у нас были ранее. Когда проходил первый раз, не заметил, что здесь действительно есть такие буковки. И сейчас выбираем. Я бы поиграл с тобой. Типа, видеоигры? Почему бы и нет? Если ты не против стратежек, конечно, Старкрафт и всё такое. Врываемся, врываемся. Hell take it. Папарапапум. А мы там L нажимали? Алё. Алё. Мы там L не нажимали. Да, да, выбрать главы. Четвёртый, соответственно. Ухлёвый демон. L. Пандемоника, не похоже, что тебе нужна помощь? Или ты просто хотел поговорить? Эй, ты чувствуешь это? Апельсин, ягоды и водка? Именно. Это должна быть Малина. Она любит поломаться, но может ты с ней разберёшься. Тогда мы все потусуемся, и это будет веселуха. Вот это, вот это дельный совет. Все бы так давали советы. Все, древняя надпись, часть ритуала. Малина, я бы поиграл с тобой. С радиожки, все, все дела. Куда же три раза прошли уровень? Хорошо, врываемся. Hell take it. Сразу, сразу L. Малина, что? Никогда не играл в ритмичные данжен-кроулеры? Если ритм шипов не по весу, просто попинай камни немного. Тут разит дымом. Наверное, с драда рядом. О нет, только не это. Та-ра-ра-ра-н-тан-тан. Ой, я, наверное, нексиборил. Да, нексиборил. Давайте еще разочек. Hell take it. Так, 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 так. Вот он, вот он. Еще один. Еще один камешек, который мы сдвинули и получили. Еще одну древнюю надпись. Часть ритуала за претные знания, без сомнений. И мы на последний ход дошли до страны. Демоническая сучка. здорово смехал у тебя гарем я вступаю погоди мне кажется это на гарем уже не похоже просто играем в пошаге стратегии срань господня давай я избавлю тебя от страданий в это все поплыло последнее что ты заметил нож промеж в любом случае берем эту дощечку будет нужно погоди мне кажется я об этом еще пожалею очень жаль но я все равно с вами давай попробуй меня остановить добро пожаловать и вот таких дощечек будет всего три в четвертом пятом и шестом уровне до принципиально и вот он что уровень помню появлялся с ним как-то полгая да 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 точно мы проходили минут так и вот рядом с ангелом стоит это еще одна один камешек досечки видим поле я случайно ударил случайно но смысл-то был сохранен кстати говоря и это очень меня радует потому что когда проходил конечно в первый раз я прям очень подвисная уровне был некомфортно тем не менее вот и мы открыли еще одну дощечку это крайняя дощечка часть актуала запрет на дани без сомнений и тут как раз стоит азазе любопытный ангел о небеса что же живой человек делает в аду как необычно и тут есть два варианта ответа соответственно первый вариант ищу демонов и мы пройдем дальше а второй вариант ищу ангелов и это одна из ну типа это ангельская концовка но она такая проходная здесь много не найдешь к счастью я знаю место получше пожалуйста держи меня за руку кто бы мог подумать ложь приведет тебя на небеса но своим гаремом придется распрощаться вот такая вот могла бы быть концовка соответственно разбабахиваем наших демонов дальше проходим еще один раз берем крайнюю дощечку и соответственно выбираем теперь и демона и ты дай угадать диссертация греха или демонология нам стоит объединить усилия сексес добро пожаловать ангел к нам в пати галтейкер и тут уже можно играть просто играть там был совет это был какой-то был за подсказками ко мне не лезь я не ботан можешь убиться на шипах будет весело бужит бужит моя сестра всегда такая не могу поверить что ты пригласил ее ага о чем ты думал чувак но я рада что маленько с нами она тратит кучу времени совсем одна на самые задротские игры ты не могла бы заткнуться знаешь как она возбуждается играю они как-то раз убей одну из нас меня или и его прошу сейчас убей обеих оставь их в покое ты привыкнешь в этом был еще какой-то вариант за подсказками ко мне не лезь я не ботан можешь убиться на шипах будет весело ага понятно прогоняем убить себя ты чего творишь с тебя хватит ты решил последовать совету здрада и покончил с собой на шипах ну и в любом случае давайте еще раз пройдем как бы она так просто издали то вообще от души так не тут мы в поисках демонов я помню еще демонов так сад продолжаем игру добро пожаловать хелл тейкер еще один а за зель выглядит трудно может понадобиться немного испытаний чтобы найти правильный порядок пожалуйста не торопись мисс модель делится со мной своими значительно искаженными взглядами на любовь иногда доходит до насилия так что нужно быть сдержанной и люди умирают если любить их слишком сильно как интересно пожалуйста поподробнее хочу знать все детали я не очень помню уровень по моему это было вот так вот так вот так да да все верно юстиция потрясающий демон йоу ты только что решил головоломку потрясающе я вам по моему здесь нету ответа который нас убьет давай я просто пропустил в меню я бы то же самое сделала конечно погнали чем больше тем лучше верно но давайте перепроверим там р я нажал р то я нажал да дожила я значит где у нас потрясающие потрясающий дима ёшки матрёшки да 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 мы делали все так и теперь мы выбираем первую немного хотел что-то там даже не спрашивая никогда не пропущу тусовку типа хрен с тобой теплости нам хорошо хорошо хоть вырубить поддался хелтейкер эль эль а совета тут не может быть никакого просто прорываемся к сатане здравствуйте тетя люцифер директора да наконец-то мы встретились и ты доказал свое достоинство пройдя все мои испытания заверь мне свою душу я сделаю тебя моим самым ценным рабом да моя королева нетерпеливая встав на колени ты получаешь поцелуй в лоб и твоя жизнь тает прорываемся прорываемся дальше еще разок здравствуйте люцифер мы уже знакомы нет спасибо но ты можешь вступить в мой гарем чего ты пытаешься добиться думаешь сможешь подчинить демона в своей воле зови меня хозяином и проси разрешение прежде чем говорить видимо мне придется доказать тебе показать тебе твои места она сделала жест рукой вся твоя кровь превратилась в уксус трудно объяснить это чувство обрываемся мы уже третий раз тобой знакомы поэтому здравствуйте люцифер нет спасибо но ты можешь купить в гарем я могу предложить кофе пошаговые стратегии шоколадные блинчики правда и это все ты приходишь сюда и пытаешься подкупить меня блинами тебе повезло что я люблю блины думаю ты меня убедил твой гарем можно казаться весьма занятным делом helltaker так еще один уровень эльф раз нажимаем люциферным если ты не справляешься просто пропускай в меню у меня нет желания сидеть здесь весь день просто посмотрите на весь этот хлам похоже что никто не пользовался вратами в ад уже давно заставляет задуматься как ты здесь вообще оказался он просто чудотворец в конце концов он каким-то образом вытащил тебя из офиса верно он первый кто не принял арабское предложение на секундочку я надеялась что он предложит стать рабыней тебе юстиция не давай людям мысли которые убьют ой да ладно уверена тебе бы понравилось сыграть горничная это ворота из ада сейчас мы валим а вот как это сделать вроде бы это все прошли еще не уровень ты действительно думал что ты можешь просто уйти после всего что ты наделал ты чувствуешь холод цепей на своей коже затем огонь сжигающий плоть костей helltaker ты чувствуешь тысячу смертей но как только пламя ослабло ты еще жив я тебя только нашла нарушитель так что даже не надейся умирать мы с тобой будем долго веселиться человек паук старенький такой зажигаем машину грехов пора помучать helltaker здесь уже такое ручное управление если вы понимаете о чем я оп 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 короче просто потихонечку проходим оп 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 напинаем на финале города цепи гордости разорвали Тут, значит, когда мы проходим часть уровня, мы сейвимся, поэтому надо так четыре раза. Суд, верховный прокурор, как тебе моя машина грехов, нарушитель? Сдавайся и будет, и будь поглощен. Нет, подожди, не сдавайся, ты еще должен вытащить нас отсюда. Я все еще жду свой кофе. Оставь надежду и всяк-то... Суд, дорогая, может, этот человек и не догадывается, но он принадлежит мне. Не могла бы ты не причинять ему вреда. Тишина! Настоящая работа вот-вот начнется! Гэлтейкер! И просто проходим. А-а-а! Фан, конечно. О, повернулись! Прям в последний момент. И сорвали еще один, еще... Ой, я не видел, кстати, все-таки за грехи были. Цепи, что связывают тебя, скованы из всего, что привело тебя сюда. Твоя гордость, твоя жадность, твоя похоть. Ты сам себе мучитель. Хватит, верховный прокурор. Я приказываю тебе немедленно отступить. Никакая власть не стоит выше мучений. Продолжай суд и ударь. Да-да-да, пожалуйста, продолжайте. Этот материал на 5 с плюсом. Я же чертова королева. Да почему меня никто никогда не слушает? Гэлтейкер! И третья... Третья стадия. Извини, что я немножко молчу. Ты действительно думаешь, что сможешь выбраться из этих цепей? Это должен... Это ты должен... Ты должен знать. Надежда приводит к разочарованию. А разочарование к отчаянию. Цепи отчаяния самые восхитительные. Ты маленькая словно проклята. Только нашла себе задрот, а с ним уже покончено. Знай мою удачу, он играл за Некрополис. Все-таки стоило оставить его себе? Да, сожалеть обо всем, что вы когда-либо делали. Мне нравится твоя прическа. Ложь, она не спасет тебя от твоей судьбы. А еще мне очень нравятся твои кофты. Правда? Правда? В таком случае спасибо, наверное. А теперь вернемся к мучениям. Четвертая фаза. Короче, тут идет все на усиление. И, конечно, она достаточно... Ну, серьезная. Ай, тупо говорю, да? Ну, короче, по сложности она прям сильно выше, чем было. Ай, зараза! Ну, слушай, вообще, по-моему, прошли чуденько, да? Даже без смертей. Есть последние слова перед тем, как начнется настоящая боль. Единственное, о чем я сожалею, так это о том, что не нашел тебя раньше. Брось свои дешевые лести, ты усложняешь мне работу. Но, черт возьми, у тебя удивительные глаза. Слушай, я не особо хочу с этим заниматься, но пакт уже заключен. Ничто не предотвратит твое проклятие. Однако, я могу отложить твои мучения на несколько лет, если ты уйдешь и никогда больше не потревожишь ад. Наши судьбы едины. Я убью тебя, и ты будешь страдать. Но это не обязательно должно быть сегодня. Я так что считаю, что тебе повезло. Не убирайся с глаз моих. Я сказала, ты свободен. Убирайся. Что? Ты хочешь пригласить меня в свой гарем? Не глупи. Ты готов делать... Делить крышу с бессмертным аватаром воли, обязанным убить тебя через пытки? Поверь мне, в моем гареме есть и хуже. Погоди, серьезно? Хорошо. Учитывая, как далеко мы уже отошли от надлежащего ритуала, я не прочь попробовать. Хелттейкер. Итак, твое путешествие подошло к концу. Ты успешно покорил девчонок из ада и отныне стал известен как покоритель ада. Это, однако, нелегкая жизнь. Она, без сомнений, коротка и полна страданий. Но жизнь полна страданий, независимо от того, как ты ее проживешь. Так что, почему бы не повеселиться по пути? Хелттейкер. Вот, значит, наша хата. Мы тут блинов наделали. Люцифер тут директора, да, да? Еще одна партия блинчиков, как я вижу, и прямо очень вкусная. Спасибо за помощь. Не за что. Помогу, как смогу. Хотя, должна сказать, что до сих пор не могу понять, как ты их каждый раз так тоненько делаешь. Или как ты крутишь их в воздухе, а там должно быть замешано какое-то колдунство. Опыт. Ага, конечно. Лучше иди и дай всем блинов. Блинчики. Мадея. Ты читаешь романтическую комедию? Никогда не слышала об этой романтике раньше. Это самая извращенная вещь, которую я когда-либо видела. Может, я занималась всем этим неправильно? Что, хочешь пойти на свидание? Я всегда знала, что ты извращенец. Юстиция. Потрясающе. Ну, есть вопрос. Дерзай. Девчата говорят, что ты никогда не снимаешь очки. Почему? Я могу спросить то же самое. Я... Ну, это потому что я слепа. Вот моя история. Хочешь поделиться своей? Может быть, в другой раз. Ой, да ладно. Девчонки уже делают ставки. Я потеряю 10 баксов, если у тебя не будет лазерного зрения. Блинчики и кофе. Ай... Больше не уставший демон. Опять экстракт сильный. Не, вообще-то хорош. Но на этот раз ты даже отфильтровал его правильно. Продолжай в том же духе и переживешь день без сломанных пальцев. Ага. Но, не стесняясь все испортить, местная больница оказалась весьма компетентной. Следующий в 17.15. До войны эспрессо, да? Это твоя работа, помнить? Не моя. Блинчики. Знаешь, как трудно найти новые стратегии, в которых можно сыграть? Почти все, что создало человечество, либо недоделанный сиквел, либо дерьмовый плагиат. Я бы все равно во все поиграл. Взаимно, к сожалению. Нам понадобится много алкоголя. Блинчики. Давай, ну мне б еще огонька. В доме не курить. Или что? Ты накажешь меня? Давай. Я была очень плохой девочкой. Тебе бы это понравилось, не так ли? Иди нахер. Ангелочек. Блинчики. Как долго я здесь? Несколько недель. Кажется, словно вечность. Все, что я видела, все, что я сделала. Я могла бы написать потрясающую работу обо всем этом, но никто мне не поверит. Это слишком безумно. Эх. И мои исследования слишком коснулись поверхности. Хочешь присоединиться ко мне сегодня на занятиях? Ты слишком много учишься. Ешь свои блинчики. Блинчики. Мы облажались. Опять беспокоите соседей? Чего натворили? Почему за дверью полиция? Блинчики. Нарушители стремятся вторгнуться в наше владение. Стоит ли мне избавиться от них? Не стоит, я разберусь. Хорошо. Веселись. Вот. Иду, значит, у нас очень важный момент наступает. Вот, смотрите. Сейчас может быть простая концовка. Как ее получить? Обычная концовка. Это вот сюда подойти. Полиция открывает дверь. Если мы откроем эта первая концовка, мы делаем не открывать. Мы знаем, вы внутри открываете дверь сейчас. А вторая концовка, она более интересна. Для этого нам нужно встать вот в эту пентаграмму и нажать Escape. И вот сразу ниже главного меню, это те самые частички паззлов, которые мы собирали на четвертом, пятом и шестом уровне. И, как вы можете видеть, это просто направление. Давайте, не знаю, по четыре штучки. Вниз, вверх, вправо-вверх. Вниз, вверх, вправо-вверх. Влево, вниз, вниз, влево. Влево, вниз, вниз, влево. Вверх, вниз, вправо-вверх. Вверх, вниз, вправо-вверх. И тут неожиданно появляется портал. Секретная концовка. Мы подходим к ней и видим вот в этом портале Вильзевул. Что это? Кто-то находит, кто-то наконец-то открыл портал? Приветствую, дитя. Я Вильзевул. Должно быть ты избранный, король ада. А это значит, я лишь ваш скромный слуга. Войдите в этот портал и займите свой законный трон. Эй! Это односторонний портал изгнания? Блядь. Веля, а я уж надеялась, что больше никогда не увижу тебя. Чувство взаимное, моя дорогая Люси. Старый знакомый. Не верь ни единому слову от Вильзевула изгнанного. Самый опасный вид демонов, но всегда запечатанный внутри бездны. Спроси юстицию, она тогда была верховным прокурором. Это было потрясающе. Видели бы ту эпичную битву. Если ты войдешь в портал, твоя душа тоже будет заключена. Только безумие ждет тебя там. Вильзевул. Я здесь довольно долго и никакого безумия найдено не было. Довольно разочаровывающе вообще-то. Немного безумия было бы освежающе. Здесь можно найти только тьму и одиночество. Просто игнорирую этого вредителя. Я закрою портал после ужина. А однажды я выйду. Мы будем готовы. Ну мы конечно же войдем. Ты оказываешься в окружении пустоты. Оттенки тьмы. О существовании которых ты и не подозревал. Ты скорее чувствуешь их, а не видишь. Зрение больше не является понятием. Затем ты внезапно заболел. Каждая болезнь известна и человеку. Но ты не умираешь. Смерть тоже больше не является понятием. Ты слышишь жужжание. Тысячи мух роются вокруг тебя. Потом тебя бьет отвратительная волна. Сладкий запах ошеломляет. Невыносимо. Но в последующие года ты научишься любить его. Что? Опять? Погоди, что? Ты? Как? Как ты? Я просто не могу поверить, что ты это сделал. Ты правда купился на это дерьмо про короля ада? Нет, этого просто не может быть. Так почему же? Подожди. Не думай, что я действительно хочу знать. Так как мы застряли здесь на обозримое будущее, я думаю, нужно правильно познакомиться. У меня много имен. Властелин Чумы, Страж Гнили, Владычица Муха и... Погоди-ка, где моя манера? У меня гость. Сделаю себя попрезентабельней. Вот. Думаю, тебе будет удобнее общаться с этой формой. На чем я остановилась тогда? Так же известная, как Владычица Муха и Алая Королева. Так приятно познакомиться. Добро пожаловать в бездну! Чувствуй себя как дома. Есть мысль? Я покажу тебе мой замок. Думаю, тебе понравится то, что я сделал с этим местом. Ну да, я сама его построила. Удивишься, если узнаешь, какие вещи можно сделать из самой... Из самой ткани тьмы. Ссылка в бездну заставляет тебя искать самые странные увлечения. Эй, я тут заметила. Ты кое-что принес с собой? Если бы я знал, что так можно, я бы попросила сладостей. Демоны обожают сахар. Шоколадные лимчики. Это лучший день в моей жизни! блин какие они прикольные и такова история о покорителе ада рассказано старым добрым вильзевулом пожалуйста и прости эту маленькую ставочку в конце знаю знаю это по идее не обо мне история но я просто не мог ничего с тобой поделать у тебя могут быть вопросы я полагаю действительно ли это произошло где покоритель ада сейчас может быть это ты ты просто забыл после всех этих лет в песне или может быть ты вообще не существуешь а я просто бедная старая мушка разговаривающая сама с собой похор ради истории некоторые вопросы лучше оставить без ответа до следующего конец меня зовут алексей ты на канале фролов может сегодня мы с вами вместе прошли еще один раз игру hell taker изучили ее вдоль и поперек больше здесь сделать нечего игра клевая но на один вечер для того чтобы просто приятно провести время спасибо что ты был вместе со мной обязательно ставь лайки комментируй если я сделаю крутую картинку которая будет кликбейтом не обижайся я делал это специально для тебя чтобы твою фантазию немножко раз заторить и спасибо за то что посмотрел видео мне с тобой было хорошо